так привет или на сейчас подключаю я здесь хожу по территории здания у нас в масках нужно ходить поэтому так куда вы мне здесь сесть одну секундочку ребята привет 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 я по территории никакой не хожу я сижу у себя открываю компьютер ставлю все отлично чуть-чуть я задержался у меня такой я пока представлю ребята не возражаете меня зовут элина можно называть просто лина а фамилия моя линдерман я налоговый консультант в сша я с 92 года то есть я больше американка чем я русскоговорящей поэтому заранее прошу меня извинить если я случайно использую английское слово или я какое-то не то слово поставлю потому что дома мы говорим на языке который называется руб лишь это перемешка английского с русским про бизнес мы дома говорим вообще только на английском потому что мы оба русскоговорящий мы всегда привыкли говорить на английском про бизнес поэтому я буду очень стараться говорить на чисто русском языке, но если я случайно что-то перепутаю, привру или вставлю каким-то образом английское слово, очень прошу меня извините, это было не специально и не продумано. Я живу во Флориде, в городе Клироворе. У нас лучший пляж в Америке, кстати, если вы не знали. Песок как мука. Потрясающе просто. Другими словами, я не могу это передать. Короче, живу я в замечательном городе Клироворе, штат Флориды. Это один, кстати, из безналоговых штатов. Как вы знаете, у нас в США 50 штатов. 7 из них не облагают своих жителей налогами от слова совсем. И мы сейчас говорим о налогах штата. И еще 2 не облагают прибыль, не прибыль, а заработную плату. Скоро они присоединятся к тем предыдущим семья. Об этом мы расскажем чуть-чуть. Позже. Я заканчивала университет Южной Флориды. На английском называется университет Сау Флорида. И у меня 2 высших образования из этого данного университета. Первое бухгалтерское. А второе, я вас сейчас удивлю, испанский язык и литература. Потому что я очень, прям переочень люблю испанский язык. И очень, переочень люблю все, что относится к испанской культуре. И еще я танцую салсу. Поэтому мне было это все очень-очень интересно. И много лет спустя уже после того, как я получила свое бухгалтерское образование, потому что я люблю продолжать учиться. Я просто вернулась в университет и получила свое второе образование на испанском языке. И отсюда название моей компании. Компания моя называется Ларуса. Что значит русская. И не потому, что я такой большой патриот России или чего-либо другого, а просто потому, что так сложилось, что у меня было очень много испаноговорящих клиентов. И вот эти вот испаноговорящие клиенты между собой называли меня Ларуса. Когда они приходили ко мне в офис, я слышала краем уха, как они говорили. Ларуса, Ларуса. И, знаете, даже произошел один такой, одна интересная история. Мы летели в Кубу, когда я говорю мы, это я и мой муж, как только Куба открылась для американцев. Сейчас она опять закрылась. Ну, в тот момент она была открыта. И мы, естественно, в самолете говорим на русском языке. Передо мной сидит какая-то кубинская пара. Молодой человек поворачивается ко мне и спрашивает, откуда я. Ну, я ему говорю, что я из России. Трали-ля-ля-ли. Ну, вы сами понимаете, как все дальше раздвигалось. А потом он мне говорит, у меня есть подруга. И я, естественно, что еще могу сказать? Ну, как ее зовут? Он говорит, я не знаю, как ее зовут. Я говорю, ничего себе подруга. Он говорит, ну, она как бы не подруга. Она мои налоги делает. Вот тут я уже заинтересовалась. Я говорю, как же ее зовут? Он говорит, ну, понимаешь, я ее лично не знаю. Мой брат всегда приносит мои налоговые декларации к ней. И тут я поворачиваюсь к нему, говорю, очень приятно, меня зовут Ларуса. Это вот та самая, в которой ты делаешь налоги все эти круты. Вот такая вот смешная история. И вот отсюда пошло название моей компании Ларуса. Поэтому просто ее дали мне мои клиенты. Потому что какое-то время я работала из дома просто со своим именем. И когда пришло время открывать компанию, вот и появилась Ларуса. Так что теперь узнаете историю компании. Я enrolled agent. Что это такое? Это федеральная налоговая лицензия, которая позволяет мне работать с клиентами в любом штате. У нас, кстати, очень много клиентов, которые даже не в штате, а которые за границей, потому что они купили какой-то бизнес США, им нужно здесь делать налоги, бухучет. Может быть, они работают на Амазоне, им тоже нужно. Какие-то отчеты. То есть мы работаем очень много не только с американцами, так сказать, но и с теми, кто за границей, но им нужно подавать какие-то американские отчеты. Но еще я мамочка, моему сыну 21 год. Это мой второй брак. У моего мужа от первого брака трое дочек. И вот у нас такая, ну уже все взрослые как бы, у нас такая веселая семейка. Мой, вот мой нынешний муж русскоговорящим, и первый муж был нерусскоговорящим. Но это уже отдельно, просто пару слов лично обо мне. Вот как бы и все. И мы тогда готовы начинать. Да. Мы можем начать. Вопросы мне ребята спрашивали разные. Можем вообще в целом. Мне лично интересно, вот, наверное, я первый, я думаю, я первый раз слышу о том, что вот у кого-то есть возможность работать на все штаты. Вот это мне интересно. Мне кажется, таких, наверное, немного. Какой процент вообще из всех, грубо говоря, СП, который имеет вот эту вот, я не знаю, лицензия, или как это называется? Денис, смотри, есть две такие известные лицензии. Одна это лицензия СП, очень крутая лицензия, моя младшая сестра СП. Ее очень тяжело получить, и у меня огромное уважение к этим людям. Эти люди могут, у которых лицензия СП, могут заниматься не только налогами, но и многим другим. Моя сестра налогами не занимается, она мой клиент, если так можно выразиться. У меня очень много друзей, которые тоже СП, которые выбрали другой путь, они не занимаются налогами. Они мои клиенты. Окей? А также есть другой, другая лицензия, называется она EA, Enrolled Agent. Ее выдает напрямую IRS. Таких людей на территории США всего лишь 60 тысяч. Это очень маленькая цифра. Экзамен сдается, тоже довольно сложный, но он направлен именно на налоги. Экзамен сдается напрямую с IRS, и если бы я описывала, как он сдается, это примерно, что голышом его сдавать. Закатайте рукава, поднимите штаны, сдайте часы, очки сейчас ваши проверим. Просто кино, как они все это проверяют, пока ты пишешь этот экзамен, и тебе камеры везде направлены. Короче, нужно знать свое дело. Любовь, то EA, это налоговый специалист. Это человек, который, как я, он живет налогами, он дышит налогами, и я, наверное, ненормальный человек, потому что вот мне нравится, я получаю удовольствие от того, что я занимаюсь налогами. Да, звучит немножко как сумасшедшая, но вот я счастливый человек с какой-то стороны, потому что я делаю то, что мне нравится. Круто. Это прям, это чувствуется. Я могу сказать, это очень чувствуется. Я вот встречался там девушка одна, она хочет агентом стать, и она у меня спрашивала, я говорю, ну, говорит, хочу или она девелопер делает, девелопер делает, строит дома, начала, или недвижимость. Ну, и мы с ней обсуждали, она говорит, я вот думаю или то, или то, или может и то, и то почувствую. Ну, и я к чему, я то, что я ей говорил, слушай, если ты выберешь или девелопмент, или рил эстейт, главное, чтобы тебе это нравилось. Если тебе будет рил эстейт, нравится, ты этим будешь заниматься, это все будут видеть, это чувствуется. Самое главное, а не то, что вот там люди думают, ну, грубо говоря, там заработок больше, еще что-то. Оно на первый период, возможно, будет интересно, но когда тебе это нравится, тебе всегда интересно, это спустя 5 лет, и 10, и 15, это очень круто. Это круто, это чувствуется, это видно сразу. Денис, давай мы сразу обозначим, что мы расскажем, и что мы не расскажем, чтобы те, кому не интересно, сразу могут отличиться. Мы не будем говорить о каких-то иммиграционных вопросах, потому что я не могу вам ответить на ваши иммиграционные вопросы. Мы будем говорить только о логах. По рацию. Мы посмотрим немножечко на нюансы каждого штата. Мы также, поскольку все-таки Денис занимается реал эстейт, мы поговорим с точки зрения покупки реал эстейт, что лучше, LLC, корпорация, покупка в штате. Вот такие вот нюансы. И, естественно, мы... Это я, это у меня одновременно звонок, потому что есть телефоны, ну и как всегда, все не вовремя происходит, это как бы нормальное дело. Пожалуйста, чтобы не прыгать туда-сюда, оставьте свои вопросы, если вы еще не успели задать, Денис просил, чтобы вы задали свои вопросы заранее, но если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать сейчас, нет проблем, но мы просто просим, чтобы вы подождали до конца, потому что очень тяжело, экран, знаете, бежит-бежит вверх, и очень тяжело за этим следить. Мы дадим вам возможность, мы скажем, а вот сейчас время задавать вопросы, вот именно тогда вы это сделаете. Окей? Что ж, мы готовы начинать? Поехали? Поехали. Давай. Окей. Все, что вы знаете про ваши бывшие страны СНГ и про то, что вы знаете про налоговый режим, забудьте. Представьте себе, что вам два годика, и я учу вас ходить. И только тогда вам будет просто понять, потому что то, что вы знаете оттуда, сейчас вам будет мешать. У нас нету ИП, у нас нету ФОК, у нас совершенно другая структура. Итак, здравствуйте, вы сейчас пришли в детский сад, вам два года, и я учу вас ходить. В США существует две легальные структуры, две, раз, два, LLC и корпорация, и они совершенно разные. Корпорация это такая большая, тяжелая махина. Любая большая компания, которую вы знаете, она всегда будет корпорация. Возьмите любую компанию, которую вы знаете. Dell, Microsoft, это всегда корпорация. Там есть совет директоров, там есть акционеры, и большинство малому бизнесу корпорация просто не нужна. потому что зачем вам совет директоров, что вы будете с ним делать? Вы только усложняете себе жизнь. Если же, конечно, у вас есть какие-то большие видения, большие планы на будущее, у вас какой-то стартап, и вы собираетесь его в будущем продавать, вот тогда вам нужна корпорация. Именно поэтому, когда мы обсуждаем что-то с клиентами, первое, что я у них спрашиваю, что вы будете делать через пять лет? Вы знаете, 99% моих клиентов говорят, я не знаю. Так вот, вам нужно задуматься, а что будет с этой компанией, которую вы формируете в следующие пять лет? Потому что именно от этого будет зависеть, что именно вы формируете, корпорацию или LLC. Если вы ответили, что через следующие, не знаю, два, три, пять лет, вы не собираетесь ничего продавать, вам не нужны акционеры, много акционеров, то тогда у вас LLC. LLC, если бы я говорила языком бывшего советского человека, я бы сказала, что это как примерно, примерно, окей? У меня LLC не одно, не два, даже три на сегодняшний день, потому что под каждый бизнес, под каждый вид деятельности мы открываем отдельную компанию. Это очень важно. В Америке мы очень любим судить друг друга, прям очень переочень. И формируя отдельную компанию, вы себя защищаете как стеночкой от плохого дяди-адвоката, который хочет вас судить. Поэтому мы рекомендуем, это не обязательно так делать, но мы рекомендуем, чтобы каждый новый бизнес, который вы начинали, новое направление бизнеса, было организовано в отдельном LLC. Вот, например, у меня компания, которая занимается налогами, мы также занимаемся медстраховками, потому что, не смейтесь, это близко привязано к налогам, потому что из-за закона Обама Киа, это отдельная компания. А также у меня есть свое здание, в котором находится мой бизнес. Вот это здание совершенно отдельное LLC, и мои компании, и другие платят аренду той другой компании, потому что на случай плохой дяди-адвокат хочет меня судить, у меня полное разделение между этими компаниями. Ну, а дальше начинаются очень большие сложности. То есть мы сейчас начинали с легкого, а дальше мы начинаем с большими сложностями. Прежде всего, Соединенные Штаты Америки. Каждый штат примерно как отдельное государство. В каждом штате свои налоговые правила, которые очень-пере очень отличаются друг от друга. То есть у нас есть федеральные законы, а потом есть законы каждого штата. И вот когда вы формируете компанию в каком-то штате, думайте, пожалуйста, что вы формируете компанию в каком-то государстве. Так легче понять нашу структуру. То есть государство Флориды, государство Нью-Йорка, государство Калифорнии. И очень часто я слышу, я где-то слышал, что я сейчас открою компанию в Делавейр, там классно. Слышал такое, Денис? Да, есть. Как часто? Ну, частенько, частенько, точно, да. Откуда ноги растут? А ноги растут от того, что все большие компании всегда зарегистрированы в Делавейр. почему? Там законы, которые благоприятны для больших компаний, я подчеркиваю слово, больших. Мало того, те люди, которые вкладывают в акции, им эти законы уже известны, понятно, им не надо ничего выяснять, придумывать, поэтому все большие компании всегда зарегистрированы в штате Делавейр. Но если вы небольшая компания, если вы не будущий Майкрософт, если вы не живете в штате Делавейр, то вам туда не надо. Вы открываете компанию для наших американцев, это значит, что вы здесь живете. Когда я говорю американец, я имею в виду американский налогоплательщик, это не значит, что у вас есть грин-карты или вы гражданин. Если вы здесь на любой другой визе, или вы тут по политике, вообще не важно, но вы живете в Америке, вы стали американским налогоплательщиком, вот тогда вы открываете в штате проживание. Если же вы иностранец, который работает дистанционно, ну скажем, амазонщик, да, вот он работает на Амазоне, тогда большинство предпочитают штат военный. Честно скажу, я никогда там не была, говорят, что там очень красивая природа, надеюсь побывать, но почему именно мы выбираем штат Пайомель, а там нет налогов штата, это огромный плюс, плюс там очень низкие регистрационные расходы, 50 долларов зарегистрировать компанию, 50 долларов раз в год заплатить за возобновление, для примера замечательный штат Калифорния, мне кто-то говорит, я хочу говорить Калифорнию, а почему вы хотите говорить Калифорнию? Потому что я когда скажу своим друзьям, что у меня бизнес в Калифорнии, они подумают, что это круто, но мы же решаем не потому, как круто, мы же решаем потому, как выгодно для вашего бизнеса, в Калифорнии вы будете платить 800 долларов каждый год за то, что у вас привилегии иметь там бизнес, поэтому просто с точки зрения, и с точки зрения налогов это нелогично, а почему мы не можем также посоветовать тогда всем американцам, вот идите в штат Вайоминг, там же круто, а дело в том, что мы используем такое латинское слово, оно называется Nexus, это означает присутствие, то есть вы присутствуете в каком-то штате, и даже если вы зарегистрировали в штате Вайоминг, скажем, но вы же ведете деятельность в штате, ну, в моем примере, в штате Флорида, вам нужна еще одна регистрация, вторичная, потому что Соединенные Штаты Америки, вы зарегистрировались в одном государстве, скажем, для простоты объяснения, да, а теперь вы ведете деятельность в другом государстве, получите разрешение другого государства, поэтому наши американцы, пожалуйста, регистрируйтесь в том штате, в котором вы ведете бизнес, ну, или если как вы работаете, например, с Денисом, да, вы живете в штате Нью-Йорк, вы решили купить дом или квартиру в штате Флорида, который вы будете сдавать на Airbnb, или который вы просто будете сдавать в длинный, в долгий срок, тогда можно открыть в штате Флорида, не можно, а нужно, потому что самодеятельность ведется именно в штате Флорида, Флорида тоже захочет какую-то копеечку, а сейчас тот, кто внимательно меня слушал, скажет, Элина, подождите, подождите, вы же только что раньше сказали, что Флорида это безналоговый штат, помнишь, Денис, я говорила, то есть я сейчас сама себе противоречу выходит, да, да, я так сказала, а также я сказала, что у нас очень сложная система, так ведь, так вот, физлица не платят налоги с доходов в штате Флорида, а корпорация бизнеса платит, поэтому это была не ошибка, это был не какой-то там конфьюзный оговор, это именно таким образом и происходит, мне всегда задают вопрос, а почему такая сложная система у нас, никогда не задумывался, Денис, почему у нас такая сложная система? Во Флориде? Нет. Вообще в Штатах? В Америке, вообще в Штатах, почему все так сложно? Ну, я думаю, это не то, чтобы сложно, наверное, это когда ты можешь не сталкиваться сложно, а так это, в принципе, мне кажется, очень правильно, когда все децентрализовано, когда у каждого штата, у каждого штата, у каждого города есть свои, так сказать, привилегии, полномочия и так далее, если в плане вообще в целом про Америку так. Мне вот это здесь очень нравится, то, что здесь все очень сильно разбито. Расскажу один пример. Год назад было, когда шатдаун правительства, по-моему, это было во время Нового года, когда там не работал где-то в Вашингтоне, что-то, я не знаю, если честно, сильно не вдавался в подробности. Но мне звонит мама, говорит, как дела, слово за слово, разговариваем, она говорит, так у вас же там правительство не работает. Я такой, да, ну, наверное. Получается, мама узнает о том, что у нас не работает правительство в России, а здесь живя, ну, как бы ничего не меняется. Люди-то себе представляют, правительство не работает, как будто здесь хаос, коллапс, а здесь абсолютно ничего не меняется. Вот децентрализация здесь, это мне очень нравится, это работает очень сильно. А вот по налогам, я думаю, ты сейчас нам расскажешь. Ну, на самом деле, многие ошибочно думают, что президент решает, как будут налоги, или как будут какие-то законы, а у нас президент очень мало на самом деле чего-то решает, все законы принимает Конгресс. У нас есть Конгресс федеральный, и есть Конгресс каждого штата. И вот они в Конгрессе там что-то решают, а потом президент подписывает, потому что он может сказать, нет, я не подпишу ваш закон, это его право. Но в большинстве случаев он, естественно, все подпишет. Так вот, законы принимают у нас политики. И вот поэтому у нас такие сложные законы, потому что у нас две партии технические, и каждая партия тянет в свою сторону и свои интересы, потом они должны каким-то образом договориться между собой, потому что пока они каким-то образом не найдут компромисс, не договорятся, ничего не получится. И вот поэтому у нас такие сложные правила. То есть, еще раз повторюсь, у нас есть федеральный закон и есть законы штата, которые невозможно сказать противоречат друг другу, но они могут друг от друга отличаться. То есть, ты можешь, например, получить какой-то вычет, если ты делаешь налоговые декларации федеральные, а на уровне штата этого вычета нету или наоборот. И это совершенно нормально и довольно тяжело, конечно, за всем этим следить, но вот именно из-за этого мы и говорим, а в каком штате, например, иностранцу выгоднее открыть компанию. Вот откуда ноги растут. Теперь вы знаете. Ну, и поскольку мы уже заговорили про LLC, дальше начинается следующая неразбериха. Мне звонит клиент и говорит, Элина, у меня LLC, посоветуйте мне ля-ля-ля. Я говорю, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Какой у вас метод налогообложения? И очень часто на меня смотрят вот такими вот огромными глазами и не понимают вообще, о чем речь. А дело в том, что у LLC может быть четыре разных метода налогообложения. И в зависимости от того, какой метод вы как владелец выбираете, дальше происходит ну, не возможно сказать неразбериха, происходит следующие как бы ваши шаги. Это будет, наверное, более правильно сказать. Естественно, за наш короткий эфир все нюансы и детали я не могу вам рассказать. Я расскажу вам очень-очень поверхностно. Просто, чтобы у вас было вот такое самое элементарное понимание. Если у LLC есть один владелец, то в большинстве случаев метод налогообложения на английском называется sole proprietor. На русском языке, наверное, нету эквивалента, может быть какой-то самый далекий эквивалент от ИИП, но опять же, это не будет правильно переносить из одной категории в другую. Что происходит тут? мы, владелец, который имеет LLC, у которого метод налогообложения sole proprietor, это самая упрощенная структура. Не нужно заполнять отдельную налоговую декларацию на свой бизнес. все попадает в одну корзину и налоги платятся уже из этой одной корзины. То есть, это самый простой вариант. Если вы находитесь на территории США, опять, американец, помните, что я только что объясняла, кто такой американец, это кто-то здесь живет. Так вот, если вы американец, то вы будете платить федеральные налоги, пенсионные сборы, ну и может быть налоги штата, если вы живете в таком штате. А вот если вы иностранец, вот тут it depends. То есть, все зависит от нюансов. Бывает так, что иностранец полностью работает дистанционно, его в США вообще нет. Тогда он налоги платит вообще в своей стране. Просто в США подает информативные отчеты. А бывает наоборот. У него в США, например, там здание, которое он купил, тогда налоги на территории США. Вот такие вот трудности и нюансы могут быть. А вот у меня сразу вопрос здесь, возможно, возникнет у людей. Вот по поводу ты говоришь, что если его здесь вообще нет, и он здесь ведет какой-то бизнес, и он может налоги у себя, ну допустим, в Украине, в России, получается весь заработок, который у него здесь аккумулируется, он его отправляет туда в свою страну и там платит налог. Я правильно понял, да? Совершенно верно. Если у него нет никакого присутствия здесь. То есть, если что-то меняется и он нанимает США сотрудников или открывает склад, или у него здание свое, или офис, то есть, его что-то физически притягивает к США, тогда налоги он платит у нас. Если же бизнес полностью ведется дистанционно, даже если бизнес просто вот LLC, скажем, да, открыли здесь, то здесь в США мы только подаем информативный отчет и примерно здравствуйте, вот он я, вот у меня там такой-то, такой-то отчет, вот я вам даю своей информации, спасибо за внимание, до свидания. Дальше этот человек платит налоги своей стране. Классно. Это очень полезная информация, я думаю, для многих. Ты знаешь, кому-то классно, а кому-то нет, потому что в бывших странах СНГ люди платят в большинстве своем налоги на обороты, не все, не все. У них упрощенная система, и они могут платить там 5-6-7 процентов в зависимости от страны на обороты. Мы же на обороты никогда не платим, мы только платим на прибыль. Может быть, налоговая шкала у нас чуть выше, но если сравнить, что ты только платишь на прибыль, скажем, прибыли у тебя в этом году не было, то может быть выгоднее платить США. Тогда мы начинаем наоборот, открывать здесь какой-то склад или срочно нанимать сотрудников, чтобы платить налоги здесь, потому что это выгоднее получается. Слушай, а Амазон, если ты работаешь с Амазоном, они предоставляют тебе вот эти все услуги, склад и так далее, это получается не является привязанностью здесь, да? Ты знаешь, Амазон такая хитрая вещь, когда были заключены договоры между нашими странами об избежании двойного налогообложения, причем интересный факт, с Беларусь у нас до сих пор закон, который был заключен с СССР, потому что Беларусь не вошла как бы в новый закон, поэтому используется из Советского Союза до сих пор договор, вот такой он старый. И не было еще Амазона, то есть нету четкой трактировки о том, что же делать с Амазоном, потому что не было такого зверя, поэтому тут уже все утыкается на то, что же такое склад Амазона. С одной стороны, товар Амазону не принадлежит, товар принадлежит физлицу, да? Это значит, что у физлица появляется вот тот коварный нексус, о котором мы только что говорили. Но с другой стороны, Амазон имеет довольно большой контроль. Он может перевести товар с одного склада в другой, не спрашивая о владельца. Он даже может товар уничтожить технически, тоже не спрашивая о владельца. То есть тут уже все от трактировки зависит. Большинство налоговиков склоняются к тому, что склад Амазона не дает продавцу этот нексус. Есть люди, которые спорят, как в США опять же все решается, если мы не можем до чего-то договориться, то мы или обращаемся в АРС с просьбой нас растудить, это называется private letter ruling, и это стоит очень больших денег, потому что АРС делает, они работают только над твоим как бы, над твоим вопросом. Или же это просто попадает в суд, потому что кто-то нарвался на аудит, он не согласен с аудитом, и все пошло в суд. И то, что уже решение, которое принимает суд, уже это становится, так сказать, законом. Так вот, пока что не было ни одного, ни другого, поэтому это такая трактировка валирующая. Плавающая. Понятно. Но мы не будем заостряться на Амазоне, я очень много рассказываю про Амазон, потому что у меня очень много клиентов амазонщиков в своем инстаграм, так что welcome, кому интересно. А мы вернемся к LLC, мы с вами только что обсудили самую простую форму налогообложения sole proprietor, есть другая форма налогообложения, если у вас 2, 3, 4, 5, то есть больше чем один владелец, называется оно партнерство, тогда, кстати, это мой любимый метод налогообложения, обожаю его, тогда компания подает информативную форму, сама налоги не платит. А теперь каждый владелец платит налоги за себя, ту часть, которую он должен заплатить. То есть мы выдаем каждому владельцу форму, Вася 50%, Петя 25%, Коля, еще следующие 25%, и уже каждый платит налоги по своей налоговой шкале. И самое классное в этой структуре, что договоренность между партнерами может меняться. Вот в один год вы договорились, что, скажем, мы с тобой, Денис, открываем бизнес, 50 на 50, а на следующий год, вот я чем-то другим дальше занята, и мы говорим, что Денис больше работает, чем я, мы ему дадим 75%, и это может из года в год меняться, поэтому это такая пластичная структура, которую можно тянуть в разные стороны, и из-за этого очень-очень простая структура. Следующая структура это так называемый эскорт, очень популярная, вот у меня сейчас одна из моих компаний это эскорт, у тебя тоже? Окей. Кстати, американцы, эта структура только для вас, иностранцам она не положена, это для малого бизнеса, работает очень похоже на партнерство, подаем декларацию бизнеса, налоги не платим, то, что заработал бизнес, дальше передаем владельцу, и владельцы уже платят по своей налоговой шкале, но, пожалуйста, обратите внимание, потому что многие этого не делают, и сейчас эти многие кусают себе локти, вы обязаны, как владелец, если вы работаете на свой эскорт, платить себе зарплату, а если вы не платили себе зарплату, то это большое нарушение, сейчас, когда всем раздавали пи-пи-пи, пи-пи-пи, это специальная помощь, которая была во время пандемии, возможно, сейчас будет второй круг этой помощи, а не могли ее получить, потому что не платили себе зарплату, и кусали себе локти, то есть, если у вас эскорт, вы американец, вы обязаны платить себе зарплату, эта зарплата не может быть один доллар, она должна быть реальная зарплата человека с вашим уровнем образования, то есть, то, что вы бы получали на открытом рынке, окей? Ну, и последняя структура, это C-корп, это подходит больше иностранцам, американцы обычно эту структуру не выбирают из-за двойного метода налогообложения, вот все другие методы налогообложения, мы с вами говорили, что мы платим налоги только один раз, а тут мы платим налоги дважды, на самом деле это не так страшно, на самом деле, как это звучит, потому что у нас сейчас фиксированный федеральный налог 21% с компанией, плюс налог штата, обратите внимание, и плюс налог с дивидендов, то есть, если вы владелец забираете себе денежку, это дивиденды, но дивиденды до определенной суммы не облагаются налогом от слова совсем, то есть, можно заработать, скажем, 20 тысяч, 30 тысяч дивидендов и не заплатить налоги, то есть, если правильно все структурировать, это не так страшно, как вам кажется, я вижу, что тебе надо куда-то бежать, ты опять в маске. Не, 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 мне попросили, у нас здесь в общих зонах, в здании, здесь нужно, ну, просят, чтобы маска когда люди кто-то сидят. Большие сложности у вас. Да, да. Ну, это у нас здесь же порядок. Ну, понятно, просто я сижу в своем офисе, закрылась тут в конференц-рум от всех далеко, поэтому... Я думаю, я ненадолго ее одену сейчас, пока мне еще раз не подойдут, не скажут. Ну, в любом случае, вот такой вот короткий обзор. Бриф. Вот самая-самая верхушка, если так можно выразиться, потому что все нюансы, все детали рассказать просто невозможно, они очень сложные, их очень много. Это просто такой водный-водный обзор, если так можно выразиться. Какие у нас были вопросы? Так, вопросы сейчас. Тут спрашивают, если иностранцу покупать недвижимость и сдавать ее в аренду, то надо 30% от дохода платить в качестве income tax? Нет, откуда вы взяли 30%? Кто-то зря напугал. Есть налоговая шкала. Если вы выйдете просто вот на Google и напишите tax brackets, ну, Tony Tony, 20-й год, то вам выскочит эта шкала. Единственное, что хочу обратить внимание, что иностранцы, независимо от того, женатый вы или нет, всегда платят налоги по шкале, как неженатый. Это менее хорошая шкала, но ничего страшного. И чтобы попасть в шкалу 30%, вам надо зарабатывать, я не помню наизусть эту табличку, ну, скажем, там 200 тысяч долларов, там 300, то есть довольно большие суммы, поэтому нет такого, что иностранцы платят 30%, и, пожалуйста, не забывайте, что вы будете платить налог только на прибыль, то есть вот вам пришло, скажем, 20 тысяч за год, дальше вы начинаете списывать все свои расходы, а какие у вас? У вас может быть HOA, возможно, вы платите ипотеку, может быть, и не платите, у вас 100% будут налоги, у вас, скорее всего, будет какой-то называется maintenance fee, вы иностранец, вам нужен менеджер, вы сами не будете эту квартиру или дом обслуживать, это тоже расход, дальше вы имеете право списать амортизатор, то есть пока вы все это спишите, у вас к налогам останутся реально просто копейки. Я бы здесь еще хотел спросить, если человек, допустим, ну, к примеру, иностранец, он покупает эту недвижимость, регистрирует через компанию, и он может также, допустим, списывать, ну, к примеру, перелеты, когда он сюда летит, если это все именно как компания владеет недвижимостью, как в расход компании ставить перелеты, к примеру, там, неважно, если это компания или физлицо, если человек летит именно по бизнесу, то да, если он соединяет отпуск, что мы очень часто все делаем, и бизнес, тоже, да, частично, то есть все зависит от цели вашей поездки, 100% бизнес, списывайте 100% еду, машину, перелеты, все, что связано, если частично, значит, только ту часть, которая относится к бизнесу. Окей, отлично. Еще один вопрос, почему обсуждая тему переезда в США, то в семье говорят, что в США высокие налоги и нет смысла переезжать? Я не знаю, кто вам это сказал. Я не могу вам сказать. Да, очень часто такое говорят, почему-то. Ну, окей, я не знаю, почему вам это сказали. Самые высокие налоги на физлица на данный момент у нас 37%. Этот налог платят миллионеры и не на весь свой доход. Если обсуждать налоговую структуру США, то представьте себе лесенку, которая вот так вот идет по ступенькам. Вот в этой ступеньке вы всегда платите 10%, скажем, независимо, сколько миллионов вы заработали. Вот в этой ступеньке дальше вы всегда платите 12% и так далее, и так далее. То есть те люди, которые говорят 37%, они платят только вот на эту малюсенькую ступеньку. Если сравнивать налоги США со странами Евросоюза, так мы вообще практически налоги не платим. У меня сестра в Англии живет. Вот там караул, там по 50%. А у нас, просто у нас такое огромное количество всевозможных вычетов. Женился, жена не работает, вот тебе дополнительный вычет. Ребенка родил, вот тебе дополнительный вычет. В детский сад ребенок ходит, вот тебе еще вычет. И так далее, и так далее, и тому подобное. То есть у нас много поощрений именно на налоговых декларациях. Поэтому, если кто-то вам такое сказал, ну, возможно, он просто не понимает нашу структуру. Я много разного слышала. Ну, это, я бы, наверное, сказал, такие, как мифы о Америке бывают. Высокие налоги, там. Ну, много таких разных моментов. Люди, которые просто слышат, ну, вот я могу сказать, 14 лет живя здесь, занимаясь недвижимостью, да, когда люди, ну, грубо говоря, благодаря, там, политике, наверное, СНГ, там, как СССР в свое время, когда, ну, против вот этого Америки, ну, потому что это интересы у каждой страны свои были. И какие-то вот такие создавали мифы, которые у людей почему-то, ну, до сих пор остаются. Вот так же. Что у нас все плохо, да, у нас все плохо, это пока дело очень плохо. Очень-очень плохо, нам не надо приезжать. Да, ребят, кстати, задавайте еще, накидывайте вопросы, вот тут еще спросили. Если партнерство, также сначала списываются все расходы и только чистую прибыль распределяем между партнерами? Да, мы никогда в США не платим налоги на обороты, забудьте вообще про это. Мы платим налоги только на прибыль, если она есть. Если же ее нету и вы вышли в минус, что у стартапа очень часто происходит и государство США это прекрасно понимает, первые три года никто даже глазом не моргнет, если вы показываете минус, то тогда вы не будете платить налоги. Мало того, представьте себе, что в первый год у вас минус, скажем, минус миллион. Мы им, и все, минус, да, мы кладем его в копилку. На следующий год у вас, скажем, плюс, только полмиллиона. Мы берем этот миллион, достаем его из копилки, кладываем его против прибыли, который теперь в полмиллиона, и налогов продолжаем не платить. У нас еще осталось полмиллиона. На следующий год мы заработали опять полмиллиона, у нас еще в копилке сидит эти полмиллиона. Мы опять их достали и положили. Не знаю, насколько вы следите за налоговыми декларациями нашего президента, которые мы так до сих пор и не увидели, потому что он все это время продолжает очень тщетно их скрывать, да, но ходят слухи из того, что вот мы знаем из тех нюансов, что именно это уже очень-очень-очень много лет делает президент. Вот в этой копилке у него собралось такое количество миллионов, потому что люди думают, что он такой успешный бизнесмен. Это неправда. Он объявлял банкротство шесть раз. Так вот, он достает из этой копилки свои потери и своей прибыли методом. Естественно, сто процентов никто из нас не может быть уверен, потому что мы не видели эти декларации, может быть, когда мы все-таки посмотрим. Но просто, чтобы вы поняли, как работает наша система, то есть ваши минусы, они не убежали, не испарились, они просто вот будут перетянуться из копилки. Дальше вопрос, а сколько в процентах финансисты платят налогов? Вот интересно, если буду финансистом. Что такое финансист? Если честно, я прям вот, конкретику не знаю. Финансист, кто работает с финансами, но что именно? Это инвестор, который инвестирует в какие-то акции. Пожалуйста, уточните ваши вопросы. Потому что я не знаю, что вы имеете в виду, и не хочу вам неправильно сказать. И вот тоже тут Лекс написал, если продавать на eBay какие-нибудь used items, что-то бушное, то налог собирать не нужно. Вы говорите о налогах с продаж. Это совершенно другая тема, очень-очень сложная, которую мы сегодня просто не будем освещать, потому что она вообще не относится к теме нашего разговора. Если я начну освещать налоги с продаж, то я боюсь, что у всех просто завернутся мозги. Это наш НДФЛ, который очень-очень сложный. В каждом штате вообще свои нюансы. Да только не в штате. О чем мы говорим? Мы говорим даже в каждой каунте, то есть в каждом районе, в каждом городе могут свои быть уникальные нюансы. Поэтому сегодня мы их обсуждать не будем. Если вам интересна эта тема, пожалуйста, дайте нам знать, и мы проведем отдельный эфир на эту тему. Тут спрашивают по поводу, сколько будет налог, если зарплата 60 тысяч долларов в год. Я не знаю. Я не боюсь этого сказать. Круто. Вот это вот, это прям очень круто. Я опять сейчас ставлю свои пять копеек. Это настолько круто, когда крутой специалист может сказать, что он что-то не знает. Я вот как бы учу своих ребят, новеньких, которые, когда думают, что они что-то не знают, нужно вот все подряд говорить. Главное, чтобы вот не молчать. Мне кажется, вот сказать, что я не знаю. Почему, Денис, объясняю? У нас нету фиксированного налога. То есть, если вы заработали 60 тысяч долларов, скажем, что это заработная плата, потому что это может прийти от других ресурсов, тогда будет совершенно другая шкала. Скажем, что у вас зарплата 60 тысяч долларов. Дальше мне нужно знать, вы женаты или нет. Потому что, если вы не женаты, то первые 12 тысяч я округляю для простоты, не будут облагаться налогом. Если вы женаты, и, скажем, ваша супруга не работает, тогда 24. То есть, мы вычитаем эту сумму, а только потом начинаем считать налог. Далее. Мне нужно знать, есть ли у вас дети. Сколько, да? И если у вас есть дети, то какого они возраста. Потому что на детей, которым нету 17 лет, мы получаем одну плюшку. На детей, которым больше, чем 17 лет, мы получаем наверное позвонили. Тогда мы говорим плюшку. Это работает примерно вот таким образом. 60 тысяч минус, скажем, что у вас есть супруга, которая не работает, минус 24. Теперь берем остаток. Берем остаток и на этот остаток считаем налоги. Скажем, что мы посчитали, не важно, что мы там посчитаем, 3 тысячи долларов. Теперь мы говорим, сколько у вас детей? Один ребенок. Отлично. Сколько ему лет? Ему, скажем, 12 лет. Отлично. Из 3 тысяч долларов теперь вы читаете 2 тысячи за ребенка. Осталось тысячи долларов. А ребенок, скажите, у вас в детский сад как-то на ответ не ходил, уже слишком большой. У кого-то ребенка было 7 лет, наверное. А ходил, но у вас супруга не работает, тогда вам не положен вычет. Но моя супруга училась в университете. А да, и я за супругу платил деньги за то, что она училась в университете. Отлично, получите еще вычет. Кредит, да? И так далее, и тому подобное. То есть, если мы возьмем два одинаковых человека, которые работают за одним и тем же столом, да, и оба зарабатывают 60 тысяч долларов, один может быть не женат без детей и заплатит, скажем, 3 тысячи долларов налога, другой женат двое детей, супруга в университете, и мы еще возврат денег дадут. То есть, он заполнит декларацию, и мы еще дадут подарок. Поэтому я не знаю. Потому что у нас настолько сложная налоговая система, и мне нужно знать куча нюансов. Поэтому очень часто, когда ко мне обращаются клиенты и говорят, сколько стоит у вас декларация, я им отвечаю, вот как мы с Денисом говорим, а сколько стоит у вас дом? Потому что у вас дом какой? С балконом, сколько у вас этажей, он близко к океану или нет? У меня, поверьте, то же самое. У вас дети, не дети, университет, не университет, какие-то счета за границей, которые нужно показывать, декларировать, там, я не знаю, бизнес за границей. То есть, чтобы понять, то это, вот только тогда я могу дать четкий ответ. Поэтому, сколько заплатит налогов человек на 60 тысяч, я не знаю. Кто не знает, потому что... Теперь мне звонили. Так, следующий вопрос у нас пошел. Нужно ли платить налог на поступление денег от отца? Я резидент США, а отец не резидент. Он резидент России. Если вам отец дал больше, чем 100 тысяч долларов, то вам нужно просто заполнить информативную форму 100 тысяч в год и показать, что вот у меня поступил такой-то, такой-то подарок, спасибо за внимание. Как бы и все. На этом все закончено. Супер. Так, следующий. На уровне штата какие налоги и как платятся для past true entities? Вы слышали мое предыдущее объяснение, да? It depends. Так вот, it depends. Потому что в каждом штате есть свои налоги или их нет. Во Флориде, давайте я объясню, что такое past true entity. Мы с вами объясняли, обсуждали, что бывают две структуры, в которых компания подает свои декларации, потом налоги не платит. Налоги платят физлицо уже. Это эскорт и партнерство. Так вот, дальше it depends. То есть, все зависит от того, где вы находитесь и какие у вас правила штата. В каком-то штате есть фиксированные налоги. Вот просто вот заработал столько, заплати там 3%, скажем, да? В каком-то штате, помните, я только что лесенку объясняла? Вот у них как по лесенке. В каком-то штате, может быть, вот как мы только что говорили, вычти вот такую-то сумму. Есть вот такая сумма вычета. В другом штате этого нету. И каждый штат имеет право это делать. Поэтому, опять мой ответ, я не знаю, и я не боюсь этого опять же сказать, потому что вот такие у нас сложные правила, и каждый штат как бы независимый. Супер. Так, тут пишет у нас вопрос, какие нужно платить налоги, если что-то сам шьешь и продаешь на платформе Itzy. Itzy это как Amazon, супер общий сайт. Хорошая новость для вас, что Itzy собирает налоги с продаж, а дальше у вас будут налоги с прибыли. То есть, вот сколько вам денег пришло, минус все расходы, примерно так же, как я объясняла про Real Estate, точно так же работает любая другая структура. И нам не важно, какой это бизнес. Если вы сдаете квартиру, если вы продаете на Itzy, если вы продаете на Амазоне, если вы, как я, делаете налоговую декларацию для своих клиентов. Не важно, пришли деньги, минус положенные расходы, и вот уже на оконцовку мы платим налогов. Сколько I don't know? Я не знаю. Потому что вы уже слышали мое объяснение. есть ли понятие дивидендов С-корп после выплаты зарплат всем собственникам компании? У С-корп дивидендов не бывает от слова совсем никогда, забудьте это слово вообще навсегда на всю твою оставшуюся жизнь. дивиденды платит только С-корп повторюсь, С-корп С-корп платит дивиденды. С-корп дивиденды не платит. А что же он не платит? Я же деньги забирал. Все, что вы забираете, все те деньги, которые вы забираете, как не зарплата, называется owner's draw. Не важно, как это называется. Это может называться ручкой, чайником. Вам нужно понять, что это не дивиденды. Почему это важно? Потому что дивиденды облагаются налогами второй раз. Вы этого не хотите? Вы ради этого С-корп создавали. То есть, другими словами, как работает С-корп или партнерство? Заполнили декларацию? Все деньги, которые остались, вот остаток, вот он остаток, да? Вот на него мы теперь платим налоги. Все. Это все, что вам нужно знать. А дивидендов у вас нет. Так, следующий у нас вопросик. Можно ли найти какие-то налоговые вычеты, если ты один, без детей и арендуешь квартиру? Купите себе real estate и списывайте оттуда. Пойдите учиться в университете. Тоже хороший вычет. Да, можно найти, начните подрабатывать, как мой папа говорит, халтуру найдите. Начните халтурить где-то, списывайте со своей халтурой, и даже тогда можно медицинскую страховку списать, если у вас есть вот такая вот халтура. Да, все возможно. я вам скажу следующее, я практически не плачу налогов. Я не боюсь это сказать. Я делаю это все совершенно легально, потому что я планирую свои налоги заранее, у меня свет отключился, я планирую все свои налоги заранее, и я откладываю большие суммы в пенсионные планы, что тоже всегда очень-очень помогает. Короче, при правильном налоговом планировании много налогов в США, ну, я не знаю, наверное, кто-то платит, а кто-то нет. Тут такой вопрос именно по тому, где ты изучаешь информацию, главные источники информации по налогам. Что читаете? Как часто? Я всегда иду к ресурсам главному на странице IRS, это наша федеральная налоговая служба, все, что вам надо, все опубликовано. На странице штата все, что вам надо, все опубликовано. Как часто? Наверное, каждый день, потому что всегда возникают какие-то вопросы, которые, ну, я не знаю. Приведу пример. Старшая дочка моего мужа, вот мы как раз вчера с этими нюансами всеми и разбирались. И ее муж военный, и его сейчас послали в Корею, но она с ребенком осталась в США. А они, когда его послали в Корею, жили в Техасе. И это его был как бы штат налоговый. Она, чтобы не сидеть одна в Техасе, переехала в Пенсильванию для остатки ее семьи. Кому она теперь платит налоги? Платит ли она налоги штату Пенсильвании или продолжает технически считаться резидентом Техаса, потому что у нее муж военный, там есть определенные исключения для военных. И вот мы вчера сидели и читали правила и Техаса, и Пенсильвании, чтобы разобраться, где на самом деле, в каком штате она должна платить налоги. Я не знала. Опять же, я не боюсь этого сказать, потому что такие уникальные нюансы очень часто вылезают и приходится просто сесть и почитать. Никто же их не скрывает, это же не секрет. Садишься, читаешься, разбираешься. Вот как бы все. Все в открытом доступе. Мне кажется, изучать можно, сколько у вас есть свободного времени. Я, допустим, каждый день с утра просыпаюсь, у меня стабильно все новостные порталы по недвижимости, все, что выходит новое на продажу. Я за всем за этим. С утра у меня каждый день такой ритуал. Я все изучаю, все читаю, а там уже у кого сколько времени. Кто-то может за полчаса это в вашей сфере, кто-то может три часа этому уделять, кому уже как хватает. А тут еще пару вопросов. Тут кого-то вопрос мы дважды пропустим. Да, я посмотрел, кстати, только что перелистал, я не увидел вашего вопроса. Вы его, может, не написали или как-то... Ну вот я пролистал переписку и нигде не увидел. Напишите, пожалуйста, еще раз и мы ответим. А тут спрашивают, как платить налоги с Robinhood. Robinhood. Ты знаешь, что такое это? Как платить? Это инвестиционное. Да, я понимаю, есть два вида налогов. Я не знаю, если это то, что вы меня спрашиваете. Один на инвестиции, которые меньше, чем год, а другой на инвестиции, которые больше, чем год. Если вы инвестировали что-то и держали у себя больше, чем год, то налоги более низкие, другая шкала. А если держали меньше, чем год, то такая же шкала, как и для заработной платы. Как платить? Ну, скачивайте оттуда информацию и все, и это загружается в вашу налоговую декларацию. Так и платите. Если сумма очень большая, то нужно платить раз в квартал. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, потому что как бы суть вопроса не совсем понятна. Это примерно вопрос, как бы, как купить дом. Ну вот, поискать его, наверное. То есть, когда очень широкий вопрос, то очень тяжело понять, что именно вы меня спрашиваете. Тут Катарина спрашивает, если АРС дал налоговый номер, может ли она работать в другой стране и нужно ли платить налог с зарплаты в США? Мне нужно, чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужно понять несколько нюансов. Когда вы говорите про налоговый номер, мы говорим про ССН и АН. То есть, уточните, пожалуйста, какой именно у вас налоговый номер. И также мне нужно знать ваш иммиграционный статус, почему я его спрашиваю, потому что граждане США и владельцы Green Card независимо от места проживания всегда остаются налоговыми резидентами США и им нужно подавать налоговые отчеты. Будут ли они платить налоги в США или нет, будет зависеть от общего дохода. Тут тоже очень много нюансов. Поэтому, чтобы правильно ответить ваш вопрос, нужно понимать вот эти все дополнительные нюансы. без этого никак, к сожалению. Видите, какая у меня сложная профессия. Очень часто я не могу дать однозначный ответ, потому что очень часто идет цепочка. Вот если то, то то, если это, то это. То есть, мне нужно очень часто понять очень много нюансов. Мы реально, если так можно выразиться, забираемся под шкуру клиента, чтобы понять, разобраться очень часто, потому что те люди, которые могут сделать у них простые декларации, они могут сделать там на Турботаксе или еще какой-то другой программе, они к нам не приходят. К нам приходят уже люди с более серьезными вопросами, с более серьезными проблемами, и вот мы вот такие вопросы задаем, иногда как бы чувствуется с другой стороны такое, а почему она меня это спрашивает? А потому что реально мне вот эти все нюансы нужно знать. Написала, кстати. Нет такой штуки, как ТТН. ТТН. Есть ITN, наверное. Есть SSN, а есть ИАН. Нет грин-карты, грин-карта у мужа. Что у вас? ITIN у вас, возможно? И опять же, вы живете на территории США? Вот эти вот нюансы, вы как приехали? То есть, вы приехали по воссоединению, с мужем. Вот это все для меня важно знать. Я не думаю, что мы будем отнимать еще время вот на такой вот... В другой раз это что, погреб. Да, вот такие вот нюансы, но вы понимаете мою логику? Мне нужно знать ответы на кучу вопросов, чтобы дать вам подробный, правильный ответ. Без этого, к сожалению, никак. Да. Ребят, слушайте, я буду говорить всем огромнейшее спасибо. У нас очень быстро пролетел час, и я думаю, мы еще вернемся. Вы подписывайтесь обязательно на канал, если есть вопросы по налогам, подписывайтесь на канал, к Лине спрашивайте, следите, она очень активна, и прям, ну, очень круто, мне понравилось. Если вопросы по недвижимости, подписывайтесь ко мне, следите, я также туда все закидываю, все, что знаю. Я думаю, мы явно еще проведем эфир, вы какие у вас вопросы есть? что много нет. Я думаю, если какие-то вопросы еще есть, пишите мне или не пишите, и мы еще сделаем эфир обязательно, потому что, ну, потому что это полезно, это очень полезно, я вижу, сколько много хороших таких комментариев, прям, ну, ребята довольны, так скажем, эфиром. Тебе спасибо большое, я все сохраняю, ребят, если кто-то захочет, заходите, оно будет на канале, хорошо? Все. Всем доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok